На городской доске почета люди, чей стаж исчисляется десятилетиями работы на том или ином предприятии. Причем в большинстве своем это единственное место, где трудится человек. Вот и Владимир Гугучкин в органы внутренних дел пришел сразу после службы в армии. Товарищ мой, я однокашник, посоветовал пойти вместе с ним работать в милиции тогда еще. Это был 1987 год. Вот с того момента и по сегодняшний день я исполняю эту обязанность, можно сказать. Начинал-то я с дежурной части, точнее даже с отдельной роты ППС. Маршанского ГОВД или Маршанского горосполкома. Потом продолжил в дежурной части, соответственно, Маршанского районного исполкома, районного отдела, райисполкоме. А после этого поступил в научное отделение Волгоградской следственной школы, обучение продолжил там. И спустя 4 года возвратился в Маршанск и уже продолжил свою карьеру в должности следователя. Затем он старший следователь, а с 2001 года заместитель начальника безопасности Маршанского РОВД, позже начальник подразделения дознания. Говоря о качествах, которыми должен обладать следователь, Владимир Гугучкин назвал несколько основных. Внимательность. Во всяком случае, человек должен обладать и психологическим чутьем. То есть работа, она следователь дознавательно сродни, поэтому нет таких мелочей, на которые бы не стоит обращать внимания. А вот в вашей большой практике, может быть, были такие случаи, когда, казалось бы, мелочь сыграла большую роль? Да, таких случаев и не только в большой практике, они и свежи в воспоминаниях, поэтому очень часто встречается. Все получается из-за мелочи может и раскрыться преступление, и расследование пройти не так, как оно может быть и планировалось. Ну, в общем, мелочи играют большую роль в нашей работе. Ну, вот не называя, скажем так, фамилий, что вот можно вспомнить сегодня, может быть, в памяти что-то осталось? Да нежелательно было бы. Нет, а мы не будем фамилию называть. Ну, примерно там группа тех-то совершала там то-то. Я думаю, что на этом лучше не заострять внимания, как бы не хотелось. Вот что значит следователь, подумала я, и заострила внимание на другом, досуге и любимом занятии. Когда свободные часы есть, желательно бы заняться активным отдыхом, лыжи и другие виды спорта. Ну, как-то вот особо не получается их реализовать, воплотить в жизнь в настоящее время. А когда последний раз на лыжи становились? В прошлом году становился. Как этот сезон пойдет, не знаю. Будем стараться. Спорт – это не просто хобби. Для сотрудников силовых структур хорошая форма просто необходима. Однозначно. Потому что без этого, ну, даже элементарно кого-то догнать при задержании, нужна в любом физическая сила и выносливость. Тем более мы же каждый год сдаем нормативы по физической подготовке, которые нужно выполнять, иначе не будешь носить достойные звания сотрудника полиции. Поэтому физическая подготовка должна быть на первых строках. В 2018-м нормативы еще не сдавали, говорит Владимир Гугучкин. Но обязательно будем. Все еще впереди. Задание скрывать не стал. У нас либо подтягивание, либо отжимание от пола, либо гиревой, поднятие гири. Далее челночный бег 10 по 10. Далее боевые приемы борьбы. Затем, ну, если это позволяет, бег, может быть, 3000 метров. Ну, и, соответственно, огневая подготовка, стрельба. Со всем этим надо справиться? Ну, конечно, как же. Какое-то одно направление не получается сдать, и можешь уйти мимо полиции. Подполковник полиции. Очередное звание было присвоено в 2012-м году. Это признание отличной службы, достижение высоких результатов в работе, профессионализм. А уважение коллег и руководства вылилось в присвоение звания «Лучшее в 2018-м году». Вспомнили день города. Награждение. Человек ощущает многое в этот момент. Во-первых, может быть, какой-то, например, я ощущаю некоторую неловкость. Может быть, я и не достоин этого высокого звания. Поэтому, ну, с другой стороны, конечно, и гордость-то берет свое. Как не всех, так сказать, предоставляет какая-то высокая ответственность, скажем так. Это непосредственно ответственность. То есть, если человек, кандидат или уже не кандидат, а обладатель этого права, представлен на доску почета, соответственно, на него возлагаются определенные права и обязанности. Какие, например, обязанности? Ну, применительно к нам. Эти обязанности несколько, наверное, лучше других исполнять свои должностные инструкции. И должностные инструкции подполковник полиции Гугучкин добросовестно исполняет более 30 лет. Ольга Усова, Андрей Щербаков, Область новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова